Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс с торговыми идеями, в котором каждый день мы постим конкретные торговые рекомендации, аналитические посты по буквально всем сегментам финансовых рынков. И недавно добавили фондовый рынок. Я уверен, что вы точно найдете то, что вам по душе. Друзья, сегодня заседание Европейского Центрального Банка. Мы ждали этот день довольно-таки давно, поскольку изначально были уверены, что именно заседание Европейского Центрального Банка сможет очень неплохо раскачать динамику европейской валюты. И я отношусь к лагерю тех трейдеров, которые всерьез уверены, что после сегодняшнего заседания Европейского Центрального Банка мы сможем получить больше факторов и свидетельств того, что евро останется аутсайдером среди прочих активов валютного рынка. И пусть не сразу, но вернется к квалитетному значению и впоследствии окажется еще ниже. На данный момент пара евро-доллар котируется на отметке 1.0205. Напомню, что сегодня Европейский Центральный Банк будет в процессе принятия решения по процентной ставке опираться на показатели инфляции. Инфляция в еврозоне составляет 8,6%. Это максимум за много десятков лет. И можно даже сказать, что это один из самых предельных уровней, которые видел валютный блок. Поскольку инфляция продолжает расти, я уверен в том, что впоследствии дальнейшее повышение цен на продовольственные товары, цены на энергоносители. Напоминаю, что моя точка зрения, то что рынок нефти, рынок газа достигнет новых максимумов, пусть не исторических, но локальных уж точно, осенью и зимой этого года. Поэтому я допускаю, друзья, что раз индекс потребительских цен в еврозоне уже достиг 8,6%, при бычьем ралли продовольственных цен и цен на энергоносители, этот показатель легко может оказаться в районе 10%. Поэтому считаю, что трудные экономические времена для еврозоны еще впереди, и в таких условиях евро априори не может расти. Будет ли текущий показатель инфляции достаточен для Европейского центрального банка, чтобы регулятор рассмотрел возможность агрессивного повышения процентной ставки. Здесь можно коснуться следующего, что если бы ЕЦБ решил все-таки тоже стать частью вот этой гонки других центральных банков по повышению процентной ставки, то мы бы увидели какие-то шаги, направленные на ужесточение монетарной политики со стороны европейского регулятора еще раньше. Но ЕЦБ по-прежнему медлит и остается последним регулятором, который еще ни разу не повысил процентную ставку. Опять же, я только что опустил банк Японии сознательно, потому что там совершенно другая экономическая реальность, скажем так, и не такие показатели по инфляции. А вот что касается других развитых стран, то да, там ставки уже повышаются давно. Кто-то отметился уже повышением ставки в шесть раз, как это произошло практически. Вот еще один раз, пять раз ставку повысил Банк Англии. Я думаю, что следующее заседание это уже шестое повышение ставки. ЕЦБ еще ни разу этого не сделал и только лишь готовит нас к тому, что может быть ставку поднимут на 25 байсных пунктов, может быть на 50. Это фактически решение будет зависеть уже от лагард. На данный момент хочу обратить ваше внимание, друзья, что индекс потребительских цен, если сравнивать два месяца последних, остался в прошлом месяце на той же самой отметке 8,6%, где он и был два месяца назад. Поэтому ЕЦБ может решить, что инфляция больше не растет, а поэтому нет смысла сейчас активно ввязываться в борьбу с инфляцией, агрессивными действиями по ужесточению монетарной политики. То есть ЕЦБ может прийти к тому, что на текущем этапе достаточно повысить ставку на 25 байсных пунктов. И этого будет, то есть такого шага, он будет условием для того, чтобы впоследствии улучшилась ценовая динамика без каких-либо угроз для экономического роста. Если ЕЦБ, друзья, сегодня повысит ставку только лишь на 25 байсных пунктов, поверьте, на этом евро очень сильно провалится, потому что повышение ставки на 25 байсных пунктов практически ни на грамма не сократит контраст монетарных политиков политика между Федрезервом, раз уж мы рассматриваем пару евро-доллар, и Европейским центральным банком. Но другой сценарий, даже если ЕЦБ повысит ставку на 50 байсных пунктов, она все равно будет находиться в районе нулевой отметки, в то время как на следующей неделе ФРС повысит ставку минимум на 75 байсных пунктов и доведет ее до показателя в 2,5%. И здесь тоже мы с вами выходим на очевидный дифференциал этих процентных ставок, доходности американских облигаций и доходности европейских облигаций. Поэтому, сопоставляя опять же текущие монетарные курсы, монетарной политики двух регуляторов, оценивая нерадужные перспективы для европейской экономики, учитывая, что очень скоро энергетический кризис выйдет на совершенно новый уровень для страны, которая абсолютно полностью зависит от импорта углеводородов. Учитывая последующие ухудшения экономической конъюнтуры, я сторонник того, что евро все-таки останется под давлением. Да, сегодня первая реакция может быть всплеск волатильности, и я допускаю, что мы даже легко можем увидеть сопротивление 1,03, тест этой планки. Но в конечном счете к концу недели инициатива с большой долей вероятности снова перейдет к продавцам. Негативный на основе фон также связан еще с поставками газа. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн отметила, что есть высокая вероятность того, что Россия не возобновит поставки голубого топлива. Плюс ко всему, буквально вчера Россия отметила, что если Канада не вернет турбину, которая необходима для установки на северном потоке, то в последующем объемы транзита газа через данную магистраль могут сократиться вдвое с текущих объемов, то есть до 30 миллионов кубических метров в сутки. Это тот показатель, при котором при всем желании ЕС не сможет набрать необходимое количество запасов перед началом зимы. И это, опять же, сценарий, который приблизит экономическую затяжную рецессию и заставит нас говорить о том, что, возможно, евро уже никогда не будет существенно дороже американского доллара. Во всех этих сценариях я вижу негатив для главного валютного риска. Сегодня рекомендую придерживаться, опять же, похожей точки зрения. Ну, может быть, у вас есть другая точка зрения. Я не хочу вас переубеждать, друзья, потому что в конечном счете мы все занимаемся лишь догадками. Просто кто-то опирается на большее количество фундаментальных факторов, кто-то на меньшее. Я делюсь с вами своей точкой зрения и считаю, что в текущих условиях единственное, что может отправить евро выше, например, уровня 1.04-1.05, это прекращение энергетического кризиса, возобновление прежних объемов поставок по северному потоку, либо сверх агрессивное повышение ставки Европейского центрального банка. Шагом, например, 75 байсных пунктов, как это сделал неделю назад Банк Канады и планирует сделать Федрезерв на следующей неделе. Все эти сценарии на данный момент кажутся крайне маловероятными. Сегодня в 15.15 ждем по московскому времени непосредственное решение по процентным ставкам и через полчаса после этого в 15.45 пресс-конференция руководства ЦБ Кристин Лагард. Настраиваемся на волатильность и, соответственно, ждем последующего снижения курса главного валютного риска. И по остальным финансовым активам пока что все без изменений. В частности, доллар иена 138 с небольшим в моменте. Цель 140 остается актуальной, потому что Банк Японии не стал корректировать монетарную политику. Экономические стимулы – это основа для текущего вектора денежно-кредитной политики японского регулятора. На этом будем топить за снижение курса японской иены. Американская валюта индекс доллара 106.69. Смотрим по-прежнему, друзья, вверх и ждем заседания американского регулятора на следующей неделе. Золото – очень отличная, хорошая сделка вышла на продажу. Правильно оценили перспективы этого инструмента. Сейчас котировки уже 1690 долларов за тройскую лунцию еще не предел. Наша цель – 1650. Рынок нефти остается бычьим – 106.11 долларов за баррель. Следующая цель – 110.115 долларов за баррель. И еще была сделка доллар-канадец – 1.2873. Инфляция выросла в Канаде не так существенно, как прогнозировали. С 7.7 она поднялась до 8.1. Прогноз был, напомню, 8.4%. Первой должной реакции не последовало. Мы хотели увидеть момент укрепления канадского доллара, но в принципе котировки те же самые, что были до заседания Банка Канады. Я думаю, друзья, что можно поддержать еще сделку с целью 1.28, потому что точно канадскому доллару будет оказывать поддержку восстановления рынка нефти. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!